Ну вот мы и приехали к этой маске. Маска или не маска, сейчас пойдем в шоку. Ух ты, какой вид отсюда. Она тут горок, это мой мой. Оттуда вы увидите вниз. А теперь вот отсюда вверх. Что интересно, очень-очень много русских людей очень много здесь путешествует. А в ресторанах, везде ничего нету. Даже написали бы там, какая рыба по-русски, что-нибудь бы какой-то буклет сделает. Не хотят это сделать вообще какие-то. А здесь уже 5% русских живет на острове. Ничего, я думаю, скоро сделают. Это место неплохое. Не хуже, чем Крым там, например. А машина приезжает. Вот написано прямо на крыше, что это ресторан. Слышишь? Да. Мы сейчас пойдем туда, я не знаю, пешком пойдем. Давай пешком прогуляться. Не можно прогуляться, если это не вот такой, сильно длинный путь. Да вот кто его знает. Откуда он тут путь туда взялся. Такие крутые повороты здесь. Ну вот это скала, наверное, маска называется. А почему маска, ну никто не знает, и никто нам еще не рассказал. Ну попробуем пройтись тут пешком прогуляться. Да, Ксюша? Давай. Сейчас пройдемся туда. Ну и где-то в ресторанчике там сейчас засядем. В конце концов. Потому что искали-искали место, эту маску. И нашли. Вот такая красотень. Ну просто прелесть. Я балдею от этого Тенерифа. Это просто балдею. Это вообще просто. Настолько интересно. И вот раньше, это еще 32 года назад, когда я здесь первый раз был, то ничего здесь этого, вот этих дорог тут не было. Это все настроено уже после. Настолько так уже облагородили этот остров. А где там спускаться было, ты говоришь? Еще дальше? Сейчас спустимся. Видишь, на туристическом автобусе можно приехать. Но лучше приехать, как говорится, на своей машине. А вон Ленин тут на этом самом... На ящерице. Тут ящерица. А вон там Ленин. Его за нос это все трогают. Потому что тут фонарем такая медная голова. Обалдеть. Нравится. Больше других слов. Никаких. Балкончик очень симпатичный на таком домике. Где-то ресторан. Мы хотим туда еще спуститься. А потом выбери. Может быть там, а может здесь, на ресторанном. Перец какой-то тут. Хосе перец Гонзалес. Какой-то Гитлер Капут тут вот. Очень похоже. Нос ему натерли хорошо здесь. Видишь, так он зеленый. Нос у него сгорел или натерли. Чем ему труд тут. Осторожно. Он в 41-м году здесь этот перец. Нет. В 1984-м. Это совсем. Я думал, он на фронте был. Ага. Какой там фронт. Он просто в 1986-м. Он родился в 1898-м. В 1984-м. Ну, 86 лет прожил. Это тоже нормально. На Тенерифе только прожить. Это вот нормально. А чем он так знаменит? Что его немцы сделали здесь. Так. Эль Кобильдо де Тенерифе. Ну, я сперва вот это все сниму, а потом перевод сделаю. Потому что с испанским у меня не очень, так скажем, пока еще дружно. Но я хочу дружить с испанским. Поэтому мне это все помогает выучить. Ну, это дерево. Мы уже где-то такое видели. Вот этому дереву, ну, не меньше 100 лет, точно. Не меньше 100 лет. Вот это вот. Может, вот этот перец и посадил его здесь. Кто его знает? Может, он тут жил, вот в этом доме. Этот перец и построил. Там колокол еще сверху там привязал. Ну, кто знает. Маски. Маски, маски, маски. Маски маскарад. Маски шоу. О, и Ксюха нос ему утерла тут вот это вот. Утерла. А то, я думаю, он пройдет. А то она любит утереть нос. Но обычно она мне это делает. Ксюшка. Ну, что бы не приколоться, да? Учкудук, три колодца. Маски, приколоться. Что-нибудь там надо, чтобы... Ну, мне нравится. Ну, мне нравится, что... Ей тоже положил копеечку. Ну, просто, слышишь, приятно под таким деревом постоять даже хоть один раз в жизни. Вот и то уже хорошо. Правда? Класс. Класс. А они вот эти перцы, блин. Тут все время, 86 лет просто елись. Перцы. А что они тут нам предлагают? Так предлагают. Ой, много чего. Кабану. Мороженое. Георгины, которые... Коза может съесть, если она сюда придет. Бижутерию предлагают. Из ниток. Из ниток. Из ниток. Вот, все прямо тут из ниток. Вяжет? Угу. Было место еще, где этот перец жил тут. Вот. И тут просто ей даже не надо никуда ходить это или ездить, чтобы это продавать там. Просто там сядь, где перец. Вот. И там это вяжет. Вот. И все. И все тут навяжет, и все продаст. И неплохо продаст, кстати. Там одну там за 10, за 15, за 20 евро продал. Сколько? 18. 18 евреев. И все, пожалуйста, на, тебе в карман. Просидишь, вот даже если один день просидишь и одну штучку свяжешь, то уже нормально. Умножь на 30. 23, 600 евро. За 600 евро тут в ресторане вот официант работает. Она сидит на свежем воздухе. И, конечно, можно просидеть здесь. Тут и 144 года запросто можно просидеть вот так. Вот так вот. Сейчас зашли мы вот тут вот посмотреть. Ну, я тебе говорю, что здесь на чем тебе деньги сделаю. Здесь дешевле вино стоит на Тенерифе, чем в туалет сходить. В бутылку можно купить. Вина там, она в центре, там где-то. За 1 евро, там за 50 центров. А здесь туалет 50 центров. Здесь чего-то кормят или просто наливают? А? Да. Паруски. Да, замынаешься искать тут, да. Видишь, это не для гостей написано. Замынаешься искать тут по-русски. Ола, where are you from? We are from? From Canada. О'кей, окей. О'кей? О, нет, нет, нет. Дай мне в русском языке, пожалуйста. Я. Спасибо большое. Дай мне, пожалуйста. Где она? О, здесь нет. Польская, польская. Здесь нет. Что ты хочешь? В русском языке, пожалуйста. В русском? В русском языке, в русском языке, в русском языке, в русском языке. О, спасибо. Спасибо большое, да. Далее, в конце концов. Посмотри, головой. Тут Мишка. Далее, в конце концов, нам по-русски прочитать. Он просил не снимать, сказал. Да, это не чёрт. Теплые напитки. Экспрессо, там всё такое, капучино. Домашние пирожки. Далее, удовольные напитки. Пиво. Что нам интересно здесь дают? Пиво можно взять, попить. Вина можно взять. О, вина нас интересует. Вина нас интересует. Вина, вина, вина красная. Сколько граммов? Ну, за 1,50 евреев можно попробовать вина красная. Попробовать или выпить там? Может, что-то, если честно, скажем. Или по-братски. Ну, это я думаю, сколько будет? 0,5 литров? А, 100 грамм. 100 грамм. 1,5. Ну, вот сейчас мы тут и всё попробуем. А закуски какие-то с хлебом? Закуска с хлебом. 6,50. 6,50. Салаты мы используем только свежие продукты. Свежие продукты. Вот замечательно вообще. Комбинированные тарелки здесь будут. Говядина в соусе с канарским картофель, картофель, картофель. Канарский был 10 евро. Морской язык с канарским картофелем. Что за морской язык? Морской. Что, как непонятно? То же написано по-русски. Морской язык. Это чей он морской язык? Морщей. Морщей. Чей язык? Надо пойти в него выяснить. Я думаю, что если я пойду в него выяснять, чей это язык морской, то вряд ли он мне что-то... Кролик, он быстрее ответит с соусом. Кролика с чипсами. С чипсами. С салатом. Пальмарный. Кури с картофелем, курией, с салатом. Что такое ай-оли? Ай-оли. Ай-оли. Это тоже такая, типа, как морской язык. Это из этой серии. Есть немецкая колбаса с маленьким салатиком. О, салат. 4 пилеса. Немецкую будем есть, колбасу. Мы пойдем в другой. Или в морской язык будем. Ладно, мы пойдем в другой. Умный в гору не пойдет. Но вид здесь классный. Сейчас, если мы все-таки узнаем, что такое морской язык, чей он, по-настоящему, по-честному, то тогда мы тут вот сядем вот здесь вот и съедим этот язык. И съедим его с удовольствием. А если вот не узнаем, то не съедим. Шутки шутками, а кушать все хочется больше и больше. Это самое такое, что когда читаешь это все вот, да еще на родном языке, я вот обижался, что они не дали вот такую бумажку. Я уже был злой почти что. Вот. А они дали нам эту бумажку, в конце концов. Ну, ладно. Пускай живут, да? Пускай живут теперь. Все. Пойдем сейчас еще посмотрим следующий ресторан.